Музыка 6 июня основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе встречи стороны рассмотрели ненашнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и России в рамках стратегического партнерства двух государств. В особом внимании сторон находился комплекс актуальных вопросов двусторонних связей в политической, торгово-экономической и гуманитарных областях. В этом контексте была подчеркнута важность последовательного укрепления взаимодействия по указанным направлениям. Глава государства, отметив процесс неуклонного развития отношений двух стран во всех направлениях взаимных интересов, особо отметил значение укрепления и расширения двусторонних связей в различных сферах экономики, образования, миграции, а также межрегионального сотрудничества. В рамках беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе по афганской проблематике. Транспортная отрасль играет ключевую роль в неуклонном развитии социально-экономической жизни страны, как отрасль, обеспечивающая непрерывные экономические торговые связи. Особенно в нашей республике, независимо от сложности рельефа местности и природно-климатических условий. И в то же время наша страна расположена на торговой границе, соединяющей развитые страны Восточной и Западной Евразии и имеет доступ к торговым портам Индийского океана. Проект строительства автомобильной дороги Душамбе-Кульма, участка Калайхум-Ванч, до границы Рушанского района, расположен на юго-востоке Таджикистана и имеет международное значение. Соединяет столицу страны с административным центром Бадахшана, а республику Таджикистан с Китайской народной республикой. Строительство этой дороги началось в сентябре прошлого года, а его продолжительность составляет 50 месяцев. Правительство страны проделало большую работу в решении одной из стратегических задач – выхода из коммуникационного тупика и реализовало десятки инвестиционных проектов, в рамках которых в стране построено более 2,5 километров автомобильных дорог международного значения, 219 километров железных дорог, 240 мостов и 7 автомобильных тоннелей. Автомагистраль Куляб-Харук-Кульма-Китай, имеющая международное значение, была начата в период независимости протяженностью 109 километров. После завершения строительства этой дороги, ее длина будет сокращена за счет строительства двух тоннелей и 15 мостов, а ее протяженность сократится со 109 до 92 километров. Целью реализации данного проекта является обеспечение безопасности и регулярности движения транспортных средств, в частности, адаптация состояния и геометрических размеров дороги к международным стандартам, а также экономия времени и топлива для перевозки необходимых грузов и людей во все времена года и для открытия новых рабочих мест. Согласно проекту, также предусмотрено строительство 15 мостов, двух тоннелей, 5 противоловинных коридоров, а также водоотводов различного размера и освещения 14 сел Дарвазского и Вальского района протяженностью более 17 километров. За последние 15 лет правительство страны увеличило государственное финансирование отрасли здравоохранения в 19 раз в целях обеспечения качества жизни медицинских работников и повышения уровня медицинских услуг. И за это время было реализовано более 20 национальных программ. Работники центров стоматологии Сагдистской области путем ежедневного оказания услуг населению вносят свой ощутимый вклад в развитие сектора здравоохранения. Поэтому знания о том, как правильно ухаживать за зубами и какие факторы могут повлиять на их состояние, способны помочь вам сохранить здоровые зубы и избежать проблем в будущем. Стоматологи центров ежедневно уверяют пациента в том, что здоровые зубы – немаловажный фактор, от которого зависит не только красота улыбки, но и ваша уверенность в себе. Кроме того, любая патология в полости рта способна привести к серьезным заболеваниям на системном уровне, что может потребовать продолжительного лечения. В Ражском районе близится к завершению посадка картофеля. В этом году, согласно плану, диханские хозяйства района намерены на площади 1500 гектаров провести сев картофеля. Согласно отчету Управления сельского хозяйства, площадь возделывания картофеля до этого периода составляет более 87%. В Хатлонской области климатические условия дают широкие возможности для ведения всех видов сельскохозяйственных культур. Сельхозработники данной области в настоящее время активно ведут аграрные работы для получения плодородных урожаев. На основании постановления правительства страны о реализации плана действий по социально-экономическому развитию области на период с 2014 по 2019 годы в данном районе особое значение имеет производство сельскохозяйственной продукции развития сельскохозяйственного сектора. Детских дошкольных учреждениях в Сахдистской области для развития воспитания подрастающего поколения предпринимают соответственные меры. Правильное воспитание детей – воспитание, построенное на основе правил и идущие в нужном направлении. В любом деле есть свои правила – и в движении на дороге, и в деле воспитания. Дети должны знать правила жизни, а родители – правила воспитания. Правильное воспитание приучает ребенка к разумным запретам. Мир, в котором живет ребенок, должен быть построен для него. Хорошо, когда у ребенка есть одновременно и ощущение свободы, и понимание разумных границ. Запреты должны быть стабильными, строгими и понятными. Воспитывать – значит прививать детям не по воле естественны для них вещи. Убираться, чистить зубы, идти в постель, делать домашнее задание – это далеко не всегда доставляет детям удовольствие. Если удастся сделать эти дела интересными, привлекательными для детей – это удача. Но если такой маневр не удался, дети, скорее всего, начнут сопротивляться тому, что от них хотят старшие. При правильном воспитании преимущественно пользуются следующие методы. Это игра, вовлечение, отвлечение, переключение внимания, объяснение, косвенные и прямые внушения, ситуация естественных образцов и положительное подкрепление. Охрана природы – комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, земли, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод и атмосферы, Опасность необратимых изменений природной среды в отдельных регионах земли стала реальной из-за возросших масштабов хозяйственной деятельности человека. С начала 80-х годов прошлого столетия в среднем один вид животных исчезал ежедневно, а вид растения – еженедельно. Около тысячи видов птиц и млекопитающих находятся под угрозой вымирания. Способность биосферы к самоочищению близка к пределу. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и вследствие этого угроза существования на земле живых организмов, в том числе человека, потребовали решительных практических мер по защите и охране природы, правового регулирования использования природных ресурсов. К таким мерам относятся создание безотходных технологий, очистных сооружений, упорядочение использования пестицидов, прекращение производства еда химикатов, а также создание охраняемых территорий центров по разведению редких и исчезающих животных и растений, составление мировой и национальных красных книг. Охрана природы – это задача нашего века, проблема которой ставшая социальной. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надежные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разработаем новые методы уменьшения и предотвращения вреда наносимого природе человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова